Знаете, в последнее время горестна и плачевна ситуация между Украиной и Россией. Вот как вы себе представляете, человек, который идет с флагом по Москве, по любой улице или с номерами едет Украины, какое у вас соотношение? У меня великолепное, прекрасное, у меня нет мысли остановить, набить ему морду, сорвать флаг, да, и, значит, там, в поде того, что ему там, ну, сжечь машину. У нас нет такого. Ни в Москве, ни в Питере, вообще в России такого нет. Что происходит там, когда ты приезжаешь с ленточкой, с русским флагом, с надписью «Россия», ты становишься врагом, тебя хотят убить. Вот почему обидно. Мы в свое время отдали самую ценность. Мы отдали институты, мы отдали армии, мы отдали научно-советские институты. Мы отдали самое лучшее, что было в Украине. Мы отдали им туда. Мы с тобой, русские, мы имеем право находиться на территории Украины, смотреть достопримечательности Украины, Киева, Львова, Луганска, Донецка. Почему нам запрещают? Что мы делаем плохого? Что не так? Почему пятая колонна СМИ 24 часа, 25 часов говорит, что мы враги, что мы преступники, что мы убийцы, что мы варвары, что мы вплоть нацисты, там, и прочее, прочее? Почему я себе задаю и вам этот вопрос? Потому что я с марта месяца нахожусь на территории, я помогал на референдуме одному из федеральных каналов, за что был награжден в Кремле Владимир Владимирович. Я вытаскивал ребят, операторов наших коллег с плена. Я работал с Беркутом, я видел наших вежливых человечеков, веселых человечеков, мы хотели их раньше назвать веселые человечки, вежливые люди. Я буквально недавно встречался с Алексеем Мозговым, я был в Донецке, я видел все своими глазами. Безумно страшно, что происходит, безумно страшно. Сережка Моховиков сейчас в данный момент с концертами в Донецке, Сослан в Донецке. Огромное количество моих коллег, моих коллег именно по актерскому мастерству, по актерскому цеху сейчас находится там. Ты знаешь, это просто долг и честь, потому что, когда рвут и жгут флаг молодежь, обрати внимание, в основном это обморозки молодые. Конечно, мы понимаем, что пятая колонна, точнее, что Украина поделена на кланы миллионеров, которые дербонят, раздербонили всю страну. Страдают не только местные жители, но почему страдаем мы? Почему по нашей территории стреляют? Знаешь, можно часами на эту тему говорить, потому что я своими глазами видел и трупы, гниющие трупы национальной гвардии. Сейчас вот буквально с ребятами недавно общался, те ребята, которые в котле, холода, ночью уже холодно, понимаешь, и наши пацаны национальной гвардии дают теплые вещи, чтобы они не померзли. Потому что команды им отступать и отходить нет, они не стреляют. Мы им говорим, ребята, отходите, уходите, забирайте. Они нам говорят, наши дети, наши жены находятся под прицелом, под присмотром. Если мы сейчас сдадимся, то наши семьи пострадают. Понимаешь, вот что самое страшное, почему пацаны идут биться. Это безумство, я думаю, прекратится к новому году. Но горячие, горячие вот эти горячие очаги, поверь мне, я, наверное, проценты 50 что-то во мне есть, и Тамара Михайловна Глоба об этом говорила, что я немножко так предсказываю, что сейчас огненный очаг вспыхнет в Харькове, огненный очаг вспыхнет в Николаеве, огненный очаг в Одессе. И это все войдет в Новороссию. Это на самом деле будет так. Это к этому, к этому все идет. Конечно, жалко, что гибнут мирные люди. Жалко. И самое жалкое и обидное, что казалось бы, ну что, понимаете, в любой стране за границей русский, украинец, белорус, это русские, русские. Но почему же вы тогда, русские, Киевская Русь, почему же вы легли под Янков, под Америкузов? Что же вам надо? Что же вы хотите? Три нации, которые могут, нельзя так говорить, поставить мир на колени, но навести порядок. Это Белоруссия, Украина, Россия. Давайте к этому идти, давайте договариваться, давайте мирным путем все решать. Если не хотят мирным путем решать, что и происходит сейчас, в данный момент.